Ребята, всем привет! Всех очень рада видеть на своём канале. У нас уже очень давненько не было видео. Но вот, наконец-таки, я что-то снимаю. Сегодня у нас будет достаточно объёмная распаковка из золотого яблока. И там будет не только косметика. Начать хочу с истории того, как я вот это вот доставляла до дома. Вы видите этот размер. Вес, я думаю, вы примерно тоже представляете, что там лежит не пёрышко. Я не думала, что эта посылка будет такая огромная, когда я заказывала. Я заказала в пятёрочку. Пришло 7 февраля. Я думаю, ну ладно, потом заберу как-нибудь. И тут 9 февраля я иду на учёбу, смотрю, и написано, что сегодня последний день, когда вы можете забрать. Думаю, блин, после учёбы придётся заходить. У меня ещё вещи с учёбой. Я захожу за этой посылкой. Смотрю, лежит вот это вот. Вот это вот. Мне говорят, а это не вот это случайно ваше? Я говорю, наверное, моя. Я испытала столько страданий, пока я несла её домой. Там идти, ну, буквально 5 минут. Но вот с этим вот утяжелением мой путь был минут 15. Сначала я несла, но потом уже мои ручки сдались, потому что я обычно не ношу ничего тяжелее моей сумочки. Всё, я уже не могла нести это. У меня уже болели руки. Я просто не придумала ничего умнее, как доставлять до дома свою посылочку таким образом. Ну, ничего, я делала это очень аккуратно, бережно, и всё, вроде как, доехала в целости и сохранности. Ребят, но этот размер, это вообще... Ну что же, давайте откроем. Кстати, я за время, пока не снимала видео, накопила столько всего для распаковки с Wildberries. Вы себе просто не представляете. Там не просто мега распаковка, я не знаю, там можно полнометражку снимать по тому, сколько я всего заказывала. И вот знаете, ещё в чём минус? Вот можно же было сделать здесь из скотча ручку где-нибудь, чтобы как-то можно было это вообще нести. Ну нет, они просто всё тут заделали скотчем и всё, и неси как хочешь. Начну я, конечно же, с коробочки с косметикой. Итак, косметика. Косметика. У них, кстати, обновились коробочки, видите, такие теперь необычные. Что тут? Тут, наверное, должна была быть ручка, но её нет. Я уже даже немножечко забыла, что я заказывала. Я старалась забыть. Так, сначала нас встречает расчёска. Сейчас у меня такая расчёска. Именно вот такими видами расчёски я пользуюсь уже долго. Первую такую расчёску я купила, когда ещё был Шейн, и это самые лучшие расчёски, как мне кажется. Ну и вот я нашла вот такую. Тут, кстати, зубчики не очень. Лучшие расчёски с Шейна я ещё нигде не находила. Здесь очень жёсткие эти щётки, щетиночки. Ну ладно, может, в принципе, так и должно быть, я не знаю. Ну, в общем, такая расчёска, она была очень бюджетная, нормальная, решила заказать. Думала, тоже на Валбериса заказать. Не думаю, ладно, заказываю сейчас косметику, закажу заодно расчёску, пускай будет. Я взяла такие румяна Revolution. Я не знаю, никогда не пробовала румяна Revolution, не пользовалась. Такой цвет ещё необычный. Румяна — это то, чем я пользуюсь каждый день. Сейчас я вам покажу, что стало с моими румянами. Сейчас на данный момент они выглядят вот так. Они у меня пару раз упали. Они мне загадили просто весь пол, весь стол, всю косметичку, всё вокруг. И я вот их положила в такой пакет. Здесь такая необычная не текстура, а, в общем, рисунчик такой объёмный. Прикольно. Давайте пальцем. Ух ты, пигментированная. Ну вот, похоже на то, что у меня сейчас на лице. Ну я так вообще-то в обычной жизни не так немножко наношу. Это тут. Так я вообще как матрёшка не крашусь обычно. В общем, пигментация супер. Румяшки лайк. Ещё взяла в запас скульптор в оттенке 208. Это мой второй. Мой, которым я сейчас пользуюсь, выглядит так. Немножко у него возникла дырка. Я им тоже пользуюсь каждый день. Это скульптор от бренда Estrade. Я думаю, вы все видели где-нибудь. Мне нравится он очень. Он и по стойкости вроде ничего, и наносится. Я думаю, это не последняя моя упаковка этого скульптора. Сухой шампунь. Я очень часто их покупаю, постоянно ими пользуюсь. Это вроде не очень норм, не очень полезно, но не всегда у меня есть время помыть голову. А вот эта бомба, это уже мой не первый сухой шампунь от бренда Seven Days. Он хороший, реально прям классный. Объём здесь, по-моему, 200, да, 200 миллилитров. Интересно, это что? Это перед? Ну ладно, хорошо. Минимализм. Минимализм мы любим. Первый раз я покупаю что-то от данного бренда. Насколько я знаю, он должен пахнуть ладаном. Здесь объём 460 миллилитров. Эстетик. Достаточно эстетик. Так, идём дальше. Здесь у нас консилер Catrice, который я покупаю уже не первый, наверное, не пятый раз. Я, кстати, взяла не тот оттенок. Ладно, такой у меня тоже был. Это 007. Но он чуть светловат для моей кожи и не сильно перекрывает мои синяки под глазами. Мне больше нравится оттенок 005. Он прям хороший. Вот он у меня сейчас под глазами. И вообще, это отличный консилер. Он бюджетный, его надолго хватает. Он хорошо перекрывает синяки, если вы попадёте в нужный оттенок. У него матовый финиш. Он особо не скатывается, не окисляется. Прям, ну, консилер действительно хороший. Тем более, за 300 рублей или сколько он там стоит, вообще просто находка. Здесь у нас два крема. Всё, голос пропадает. Договорилась. Два натуральных крема для лица. Я очень люблю именно натуральные кремы с хорошими составами. Такое я беру не первый раз. Он служит хорошей базой под макияж. И в целом хорошо увлажняет. Объём 30 миллилитров. Это огромный минус, потому что он быстро заканчивается. Здесь стеклянная упаковка, тёмная, как и здесь. Крем хороший. Он у меня и раньше всегда был, когда у меня была сильно проблемная кожа. И сейчас. Он никак не влияет на количество высыпаний, конечно. Но просто как крем увлажняющий, он хороший. Это новый для меня крем. Нет, я не могу. Я с этими названиями английскими. Мне тяжело. Простите. Иннатур, наверное. Натур, да. Натуре. Иннатуре. Ладно. Здесь уже 50 миллилитров. Этот крем уже немножечко посерьёзнее. После вскрытия хранится 3 месяца. Ну, в принципе, он израсходуется за 3 месяца даже меньше. А этот 6. Здесь хороший состав. Я на него делаю большие ставки. Найти хороший крем с хорошим составом это тяжело. Потому что обычно, если хороший состав, то крем чуть слабоват. Проигрывает немножечко всяким химозным кремом. Я очень рада, что у меня появились нормальные румяна. Пожалуйста, порадуйтесь вместе со мной. Потому что вот это... Это трэш. Сколько всего. Крем Пантенот. Невская косметика. Просто коробка моя и просто крем. Я решила купить какой-то жирный крем. Потому что у меня дико сохнут руки. Потому что на морозе я сижу в телефоне. И вот, в общем-то, огромные проблемы появились с моими руками. Здесь 40 миллилитров. Шесть месяцев после вскрытия хранится. Я думаю, состав здесь не очень, скорее всего. Хотя написано без силиконов и парапенов. Но я не знаю, я не проверяла. Крем для рук мне особо роли не играет. Натуральный там состав или не очень. Он вообще ничем не пахнет. Ну, обычно, короче, белый крем. Ну, блин, он не особо жирный. Я думала, он прям такой будет. Мощный крем. Краска для бровей Бронсан. Я обычно пользуюсь красками. Ну, вообще-то, от этого бренда только ими. Обычно я смешиваю краску номер 5 и номер 2. И у меня получается цвет моих бровей. Я решила взять номер 6. Я не знаю, насколько он мне подойдет. Но я вот решила, что он мне подойдет. Гель для бровей Пуси. Он очень полюбился у нас с мамой. По сравнению с гелем для бровей Artvisage. Кто бы там что ни говорил, что это хороший гель. Никакой он не хороший. Он вообще ресницы. Брови не держит. По сравнению с гелем Пуси. Это прекрасный гель. Там тоненькая щеточка. Я его уже не первый раз покупаю. Мама тоже. Он нам очень нравится. Прям такой хорошенький. Ну, расход в нем быстрее, чем в Artvisage. Если Artvisage не заканчивался вообще никогда, то Пуси заканчивается. Бывает у него такое. Тут 5 мл. Да, он не такой бюджетный, как Artvisage, конечно же. Там, люкс-визаж. Но он того стоит. Так, то, что я ждала больше всего. Это уже мой третий тинт. Чупа-чупс. Я их очень люблю. В мире тинтов можно найти тинты подешевле. И получше, я думаю. Но мне очень нравится эта упаковка. Она удобная. Это первое. Второе. Мне просто нравится их линейка цветов. Кисточка. Как они наносятся. Текстура. Просто я люблю эти тинты. Они не очень хорошие в плане стойкости. Короче. Вывод такой, что упаковка у них немножечко дешманская какая-то. Здесь вот в коробке ничего нет даже. Ну, можно уж было какую-то бумажку кинуть. Не знаю. У меня есть уже оттенки Coca-Cola и, по-моему, персик. Я думала, кстати, между малиной, это оттенок малина, и другим оттенком. Уже не помню. Но я почитала отзывы. Взяла, в общем-то, вот этот. А в жизни он выглядит не так ярко. Вообще не так. Он выглядит, как, знаете, между красным и бордовым, разбавленным с водой. Здесь, кстати, 7 грамм. Почему граммы не миллилитров? Вопрос. Немножечко хотела сделать отступление. Ребята, вы все знаете, что уже февраль. Скоро лето. А летом у нас что? Экзамены. Окей, ЕГЭ. У меня было очень подробное видео о том, как я сдавала ЕГЭ. Вы можете посмотреть вот тут по подсказочке, если я не забуду сделать. Там прям мега подробно, как я готовилась. Сейчас я учусь в Ранхиксе, в Смоленском филиале, на бюджете. У нас в этом году было одно бюджетное место, одно целевое. Хотя готовилась я дома один год. До этого я не готовилась, и к репетиторам я не ходила. Вкратце, что я хочу вам сказать. Я вам очень советую онлайн-школу Сотка. Наверное, вообще сейчас нет даже такого другого варианта, где было бы так же бюджетно и так же хорошо. Потому что везде очень дорого, подготовка, даже если это онлайн-школа, это мега дорого. Я как человек, который сменил три онлайн-школы, могу вам от чистого сердца посоветовать онлайн-школу Сотка, потому что такой выгоды, как там, вы не найдёте, наверное, нигде. Наверное, это всё, что я хотела сказать. Более подробно можете посмотреть в моём видео. Я оставлю внизу для удобства ссылочку на Сотку. В общем, всем желаю удачи на экзаменах и при подготовке к экзаменам. Не забивайте на это вообще ни в коем случае, особенно если вы сдаёте ЕГЭ. А теперь переходим снова к косметике. У нас тут осталась самая малость. Ой. Ой, как она вкусно пахнет. Вот это да. Вот это вообще. Упаковка такая белая, минималистичная, и надпись «Малина» переливается. И стоила она вообще что-то там копейки. Матирующие салфетки. Такие я беру уже второй раз. Прошлых мне хватило надолго. Я их заказывала на Вальдбрисе. Здесь у нас 50 штук. Они такие серенькие. В целом мне на всё лицо хватает обычно одной такой салфетки. Они хорошо впитывают. И удобная тут закрывашечка такая есть. И последнее, что у нас сегодня будет, это «Мамина» помада «Релуи». Хоть это я умею выговаривать. Оттенок здесь 0,2. Это хорошие помады. Матовые они бюджетные. Но они хорошо ложатся. Они достаточно стойкие. Я раньше активно пользовалась такими помадами. Потом уже перешла на вот эти вот штучки. И всё как томатовыми помадами уже не пользуюсь. У меня такие были в 18-м оттенке, в 20-м. Ещё в каком-то. Короче, три оттенка как минимум у меня было. В 18-м мне очень нравился раньше. Действительно хорошие помады. И они не быстро расходуются. Нормально, обычно. В общем, помады действительно достойные. Ну всё, с косметикой разобрались. Теперь переходим к этой коробке. Это у нас будет из рубрики «Техника». Скоро у моей мамы день рождения. И я вот решила ей заказать отпариватель. Напольный. Такой нормальный. Я перечитала весь интернет отзывов. Я думала между двумя. И в этом есть такая вот досточка маленькая. Мне кажется, с ней очень удобно. А в другом её не было. И в общем, из-за этой досточки я взяла этот. Ну и отзывы были хорошие. В общем, я очень надеюсь, что он рабочий. Я доверилась золотому яблоку. Итак, показываю вам обзор на уже собранный отпариватель. Он работает с ним, всё хорошо. Отлично отпаривает вещи по сравнению с утюгом. Это просто находочка. Он очень удобный. Всё очень быстро. Здесь такой как бы типа утюжок. Вот эта вот мини-досточка, она просто супер. Она удобная. На неё можно вешать, допустим, не знаю, футболку, лонгслив. И гладить прям так вместо вешалки. Ещё где-то тут можно прикреплять вешалку. Эту досточку можно разложить. Это получается как бы уже такая досточка. На ней можно как бы гладить. В общем, очень удобная вещь. Классная. Отглаживает всё достаточно быстро. Так что на золотом яблоке можно смело покупать технику, мне кажется. Ну или просто мне повезло. Но вещь супер. Вот такая получилась распаковочка. Немножечко затянутая, как мне кажется. Ну, видео давно не было. Уже скучала по тому, чтобы разговаривать с телефоном. Не забывайте ставить лайки, подписываться. Всем спасибо большое за просмотр. Всех была очень рада видеть на своём канале. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока! Я уже даже забыла, как говорить пока. Пипец. Субтитры сделал DimaTorzok